Народ, не знаю, будет ли меня слышно, ветер сильнейший тут. Мы находимся на Красном озере, возле города Красноперекопска. Это соленое озеро, некогда было очень глубоким, и здесь был пляж, но... Последнее время оно высыхает, и под конец лета становится красным, где еще вода остается. Вот сейчас попробуем дойти до воды, а пока идем вот по такой вот соленой пустыне. Я уже проваливаюсь, дочка еще нет. Не знаю, если дойдем до воды, я вам обязательно это покажу. Все более мокро и мокро становится, соли все больше и больше. Ну, пока идем. О, мои следы. Твои следы. Я бежала. Для ребенка, конечно, радость тут побегать. Сегодня у нас 12 сентября. И очень-очень тепло на улице, градусов 30, наверное. Грязь в озере, когда провалишься, она просто горячая. Такой грязью, конечно, очень хорошо лечить суставы. Вот здесь очень много соли. Буквально рядом с городом у нас вот такое вот есть место, где можно... Интересно, пора вести время. Запах здесь не сильный, не вонючий. Такой насыщенной соли. Не знаю, вот с чем даже сравнить. Но сероводородом не пахнет. В общем, оно не воняет. Так, я уже проваливаюсь. Причем конкретно... Нет, я, наверное, не дойду до воды, я так думаю. Потому что я уже начинаю провалиться очень глубоко. О, нет, я сейчас уже буквально... Вот. Все, я пошла назад. До воды мы не дойдем, к сожалению. Вода там есть, и она причем розовая, мы со стороны видели. Но мы до нее не дойдем. Сейчас попробуем... Ай, с другой стороны может обойти. Вот там вот по берегу. Сейчас попробовать по берегу можно обойти. В общем, идем обходить это место. Посмотрим, что там дальше. Здесь рядом старые дачи у нас. Мы обходим по их берегу. В общем, не знаю, дойдем мы куда или нет. Но ноги у меня щипят страшно. Поцарапала соль ее. И теперь оно прямо уж печет. Уже бы хоть какую-то лужу найти, чтобы помыть. Помыть надо ноги. О, ребенку радость. Побегать по грязи. Мягко, тепло. Даже у тебя уже грязь прилипает, да? Ты уже так набегала, что она у тебя уже возле жопы грязь. В общем, такие вот виды. Какая себе, пустыня возле города. Ой, ну запах насыщенный, блин, какими-то минералами такой. Пахнет. Но не воняет. Но не сероводород, да, Лена? Да. Сероводородом вот не пахнет вообще. Это совсем другой запах. Что, грязно? Я даже не тону. Не тонешь еще даже? Так обходим, уже приближаемся к воде. Как лед. Ну, соль, да, как лед. Сверху корочка покрывается. В общем, идем дальше. Вот такие вот виды у нас открываются тут. У меня ноги потихоньку перестают щипать. Мы с собой взяли пресной воды, чтобы помыть потом ноги. Так что проблем у нас не будет. С этим делом. Вот такой вот кос. Ну, вот там удача. Ну, не знаю, есть кто-то там еще чем-то занимается или нет. Или уже просто они все пустуют. А здесь идешь так мягенько. Такой илистый песок сверху с солью. Вот тут уже такое что-то интересное. Не можно утонуть? А, нельзя утонуть? Хорошо. Ладно, идем пробовать. Можно там утонуть или нет. Ой-ой-ой, я тут прям действительно как по льду. Такое вот озеро. Это что от него осталось. Когда-то оно было действительно глубоким. В нем плавали. Можно было на катамаранах даже на нем плавать. Ну, а сейчас такое вот удовольствие походить по дну. Ну, и помазаться лечебными грязями. Принять грязетерапию такую. Ага. Мы с дочкой вдвоем приехали. Мальчишки с нами ехать не захотели. А я тренируюсь на машине потихоньку. Так что вот так. Да, тут хороший класс соли. Идешь, он прям вспоминается под тобой. Что, пробуем до воды дойти? Давай, пробуем. Вот тут уже наросты соли. Серьезненькие такие. Много как. Тут через соль не проваливаешься. Идешь ровненько. Ну, а она хрустит так под ногами. Ай! Вот тут уже до воды практически дошли. Я не знаю, насколько видно это на камеру. Но она такая слегка розоватая. Но что самое классное, здесь вообще не проваливаешься. Здесь такой пласт соли, что через него нереально провалиться. В прошлом году она более розовая была. В этом году розоватости такой уже нет, как в прошлом году. Иди ко мне, тут хорошо. Сейчас как раз моем грязи с ног. Что-то мне совсем не хочется смывать руками. С собой пресной воды нет. Лена, ты знаешь, чтобы не кололась ноги, ты вот так ползи по ней по воде. Тогда ты кристаллы ломаешь, и тебе колоть не будет. А что это такое? Это соль такой, пласт лежит? Прикольно вообще. А вот там вот за дампой огромное озеро. Тоже часть этого озера. Но она для технических целей. То есть там бирюзовая-бирюзовая вода. Но для обслуживания это часть судового завода. Там судовый завод, трубы торчат. Водичка тепленькая, приятненькая, но не горячая. Я думала, она прям горячая будет. Она не там такая приятная. Как масло. Как масло? Да. В смысле, как масло? Как масло. Если молочим, а вот это масло. Это масло. Она не моется? Да, она не моется. Ой, ну точно. Это просто вот ее нанесло. Это много соли вот. Вот она, соль. Она не растворяется в воде. Она вот так вот лежит. Мы не хочешь помыли. Ее намыло вот так вот. Отмыло ноги от грязи. Теперь они у меня все в соли. Ай, и опять щипет. В общем, короче, пошли мы назад. Так вот побродили. Погуляли. В принципе, мне нравится. Такая прогулка вечерняя. Пошли уже гулять около пяти часов вечера сейчас. Классно. Надо будет как-то проехаться дальше. Там очень много озер разнообразных. Есть и соленые еще озера, есть и пресные озера. В принципе, кто знает, на карте Северный Крым он весь в лиманах, в озерах. В Севашах. Поэтому, конечно, интересно тут. У меня ноги сейчас... Ай, сохнут. Соль еще сильнее печет. Короче, пошла я. Надо пресную воду и мыть ноги. Надо к машине выбираться. Ну, классно здесь. Здесь с этой стороны вообще не проваливаются ноги. Еще раз напомню, что здесь не воняет сероводородом. Ну, прикольно. Ты что, в грязь влезла? Молодец, а я отмылась. Ха-ха. Ладно, пошли мы дальше. Классно? Понравилось тут? Еще приедем? А что? Масло. Масло? Руки, говорит, как масло. И шо? Тут мама руки себе и не мочила, поэтому... Мама, мама, не заклала? Вода, как масло, действительно, на ощупь такая. Она настолько... Настолько рапа, что она как масло. Она просто... Вот ты ее уберешь, она скользит вся. Такая скользкая-скользкая. Дальше, после того, как она повытирала тряпкой, не помогает. Короче, надо пресной водой руки мыть. Меня подожди! Эй! Смотрится, как потресканный асфальт. На самом деле, идешь как по пластилину. Мягенько-мягенько. Тут, на самом деле, проваливается. Лена вообще убежала куда-то от меня далеко. Люди приходят, обмазываются грязью. Потом на дачах моются. У кого дача тут есть. Раньше здесь был благоустроенный пляж. Даже душ был на пляже, туалет. Ну, может, когда-нибудь с приходом воды в Крым здесь снова будет такой классный пляж. Пошла в другую. Там грязи больше, чем воды, поэтому не знаю, насколько ей там удастся что-то пополоскать. Пойдемте посмотрим. Чем? Солью тоже порезалась. Вот видела, как мама порезалась. Тоже лезешь. Ну, пойдем пресную воду с машины доставать. Тапочки наши на месте. Все в порядке. Тут-то камышом все позарастало. Куда-то одевается их собралась. В руки и вперед. Не будет. Тут мягко. Ну, ничего, аккуратненько пройдешь. Да, тут как-то так. Щебеночка тут такая насыпанная на берегу. Раньше даже сюда песочек желтенький такой хороший завозили. Сверху посыпали. И было очень так комфортно на пляже. Вот видите, все, что от пляжа осталось. Здесь кафешка работала летом. В общем, потихоньку-потихоньку это все зарастает. Качелька еще скрипучая стоит. Да. Аккуратненько тут надо ходить, конечно. Лучше в обуви. Но песок еще есть. Но тут песочек хорошо. Еще круглая где-то качелька там дальше стоит. В общем, вот такой вот вид. Представляете, куда мы ходили? Аж туда, где вода. Мы к дачам. Тут у нас машина припаркована. Сейчас будем выдвигаться в путь. Сейчас мы немножко подустали. Ноги у меня, конечно, после того, как ножки помыли, облегчение большое почувствовали. Вообще, конечно, там гулять классно, но надо было изначально не проваливаться так резко в соль, чтобы не царапать ноги. И тогда с удовольствием действительно можно было пройтись. Там такое вот впечатление, что идешь по какому-то мягкому сыру такому или пластилину. Немножко так приятно. И соль, она рапа такая, аж тоже скользкая-скользкая, как масло. Тут у нас растет ежевика. Вообще, дач тут много. Это дачи все в основном обрабатываемые. У них, у всех, кто занимается, есть скважины. И, в общем-то, домики такие даже очень хорошенькие есть в этой стороне. В отличие от той, которую я вам показывала. Ну, а сейчас мы поедем мыть нашу машинку. Потому что с момента, как мы ее купили, а это уже прошел, ну, уже больше месяца прошло. Это точно. Мы ее ни разу не мыли. Поэтому поехали мыть машину.